Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала движение профессионалов-спиранцы надежды для участия в досрочных парламентских выборах. Тем временем Молдавское внешнеполитическое ведомство предлагает Центризбиркому увеличить количество избирательных участков для голосования за рубежом на выборах 11 июля. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности премьер-министра Аурили Чокой. По его словам, предварительно для участия в голосовании зарегистрировалось на 30 тысяч проживающих за границей молдаван больше, чем на прошлогодних выборах президента. Министерство иностранных дел и евроинтеграции учло высокую явку граждан Молдовы на президентских выборах в прошлом году и намерено увеличить число избирательных участков за границей в нынешнем году на досрочных парламентских выборах. Количество избирательных участков не может быть меньше, чем во втором туре президентских выборов в ноябре прошлого года. Министерство считает необходимым рассмотреть возможность увеличения в два раза от числа участков в тех населенных пунктах, где на президентских выборах проголосовало более 5000 граждан Молдовы. Пришлось продлить время голосования, а бюллетени закончились до закрытия избирательного участка. По словам Аурелия Чукоя, для открытия избирательных участков за рубежом может потребоваться порядка 5,5 миллионов леев. Однако эта цифра включает ориентировочное количество избирательных участков. Если их будет больше, бюджет будет пересмотрен. При этом глава ведомства призвал находящихся за границей соотечественников помочь в организации голосования на добровольной основе. Мы обратимся к диаспоре и дипмиссиям с просьбой помочь. Мы будем благодарны за волонтеров, которые согласятся работать бесплатно на участках и в избирательных бюро. На вопрос, сколько стоит открытие организации избирательного участка в диаспоре, секретарь Медеи не смог дать нам точного ответа, поскольку бюджет каждого избирательного участка, по его словам, варьируется в зависимости от нескольких факторов. У нас есть избирательные участки в посольствах, мы там не оплачиваем. Есть помещения, предлагаемые местными властями, где стоимость аренды равна нулю. Цена на аренду варьируется от страны к стране. Впрочем, окончательное решение о количестве избирательных участков, которые будут открыты за рубежом, и окончательный бюджет, необходимый для них, должны быть одобрены Центральной избирательной комиссией. До 5 июня ЦИК примет решение об организации и формировании избирательных участков за границей на основе критериев, установленных Кодексом о выборах. Одним из факторов, который повлияет на количество избирательных участков за рубежом, станет результат предварительной регистрации граждан в диаспоре, который завершится завтра. На данный момент зарегистрировано более 93 тысяч человек с правом голоса. Те, кто пока не успел зарегистрироваться, могут сделать это на сайте inregistraria.check.md. На ноябрьских выборах президента в прошлом году молдавские власти открыли за границей 139 участков для голосования. Тогда в диаспоре зарегистрировалось около 60 тысяч граждан Молдовы, желающих проголосовать.